Здравствуйте, коллеги! С нами на связи Томми Ламса. Томми, поздравляем с победой и комментарии ваши по матчу, пожалуйста. В первые 20 минуты, мы играли очень сильный фейс, но мы не имеем офис, и я думаю, мы играли без уверенности, и это была большая причина. Но я думаю, после первого, сегодня мы играли очень хорошие фейсы, очень хорошие фейсы, очень хорошие фейсы, и также второй и третьей фейсы, очень хорошие фейсы. И для одного результата я очень счастлив. Мы хорошо играли и завели матч за победу. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Не забываем представляться. Добрый вечер. Азамат Шулуков, Медиа Корсеть. Вы сказали, что не было уверенности в атаке. Собственно, почему? У вас было всего три броска в створ за первую половину матча. Вы сказали, что вы потеряли уверенность, и вы потеряли три сорта на голе после первой половины матча. Как я сказал, после последнего матча, это было очень тяжело для нас. И так, как мы сегодняшним фейсом, мы хотели играть сильный фейс. И мы могли быть очень сильным фейсом. И мы могли быть очень много фейсом. И поэтому мы не играли фейсом. Но я думаю, что, как я вижу, мы всегда должны видеть все 60 минут. И после 25-30 минут, мы начали играть. И я с удовольствием. И я с удовольствием с этим. И сегодня четыре броски – это очень хорошо. Самое важное, конечно, что мы сегодня забили четыре шайбы. Если говорить про первый период, то мы, наверное, слишком сильно и слишком много времени уделяли нашим защитным действиям. Это как раз-таки наша уверенность связана с тем, что в прошлом матче, как я уже сказал, мы уступили. И, может быть, где-то немножко осторожно начали. Но если в общем брать, мы начинаем с 25-й. Мы стали агрессивнее действовать в атаке. И, в принципе, это как раз-таки не дало следующей плоды. Не кажется вам, что Соловат делает слишком много передач в большинстве? И надо бросать чаще. Не считай, что Соловат был слишком много пасов во время power play? И вы должны играть больше, чем сейчас. Да, я согласен. Когда мы начали эту сезон, первые 10-15 игр, я думаю, что мы были в первую команду номер два в КХЛ. Я имею в виду, power play, statistics. И в последние два-три игры, мы были немного проблем с power play. И, может быть, мы должны шутить больше. Но я думаю, что это все оба уверенности. Мы имеем skillful players. Мы имеем хорошую эмоцию. И, может быть, у нас нет уверенности. Но, может быть, у нас нет уверенности. Потому что, как я сказал, мы имеем очень хорошие игроки, которые могут играть power play. Поэтому мы должны быть спокойны. И дать время для ребёнка. Да, согласен с тем, что нужно нам больше бросать. Не стоит забывать, что в самом начале сезона 10-15 игр мы были одними из лучших игр в большинстве. Что касается вот именно того, что большинство не очень складывается, я думаю, это связывается как раз с тем, что у нас немножко не пошло. И у нас в команде очень хорошие мастеровитые ребята, между которыми есть отличная химия, взаимодействие. Однако тут нужно немножко проявить терпение, подождать. Я думаю, что ситуация как раз таки выправится. Но да, соглашусь с тем, что нужно, конечно, побольше бросать это. Почему вы решили использовать Башкиров на вторую линию? Это... Как можно сказать? Это очень сложная история. У нас все время, у нас есть первая и четвертая линия. Но вторая и четвертая линия. Но вторая и четвертая линия. У нас было немного проблем, finding guys, и кемистрии, и create линии. И... Я не знаю, как это произошло. мы пытались найти, как мы, как мы бы знаем, что мы знаем, как мы знаем, что мы знаем, как они и Кадекин, что они являются. Мы пытались, мы пытались, мы пытались, Петер Хохриков, Я не согласен с этим, поэтому мы хотели попробовать Баскирова. Сегодня ребята играли хорошо, и, надеюсь, они продолжают так же. Почему Кугрышев и Воробьев сейчас не использовали? В последние годы я не был счастлив, как мы играли на фоне. Я хотела сделать какие-то изменения, и я хотела попробовать. У меня есть несколько новых идей, и поэтому мы делали изменения. И сейчас у нас есть конкурс внутри команды. Я имею в виду много хороших соревнований. И каждый день, каждый игрок, нужно играть очень хорошо, чтобы вы получили место для следующего игрока. Таким образом, мы ротировали, ребята. И я не был счастлив в последние несколько игр. В последние игры я не был удовлетворен, тем как их команда защищалась. Поэтому мы решили сделать такие перестановки. И что касается нашей игры, то мы решили добавить, скажем, немножко соревновательного процесса в игру, чтобы игроки тоже понимали, что нужно в состав попытаться попасть. Мы с каждой игрой старались прогрессировать. Поэтому мы решили немного состав в этом плане изменить. И, в принципе, с точки зрения, у нас получилось. Что вы думаете о Баранове сейчас? Он может быть главным игроком? Я думаю, что он очень хороший скейтер, он очень хорошим таким образом. И я думаю, что он очень хорошим видом, как мы видим сегодня. И я очень надеюсь, потому что он очень talent, и здесь очень хорошенько. Что касается Баранова, то он хороший, талантливый игрок с хорошим катанием, с отличным броском. Надеемся, что он сможет закрепиться в составе, но не стоит забывать, что, к сожалению, есть такая черта, что он не может играть постоянно на одном хорошем уровне. Поэтому ему как раз таки и нужно играть на одном высоком уровне постоянно, потому что очень много у него было игр, когда он сыграет хорошо, потом сыграет плохо. Сыграет хорошо и сыграет плохо как раз таки. Сейчас от него зависит, чтобы он этот уровень поддерживал. Второй вопрос. Салат мощно провел три минуты во втором периоде и решил ускорить встречи за это время. Вы довольны качеством игры сегодня на протяжении всего матча? Салат мощно провел три минуты во втором периоде, а не только три минуты, когда он сыграл гол. Салат мощно провел три минуты во втором периоде. Я доволен, к сожалению, мы позволили соперникам забегу в большинстве, а так, учитывая ситуация, которая была до этого матча, то как мы проиграли 5-0 и какое было настроение, я доволен, как ребята сегодня отреагировали, как они сегодня сыграли. И, в принципе, да, удовлетворен. Удовлетворен, удовлетворен. Алексей Горянов, Московский консервис. Томми, ну, первое звено в последних матчах, нельзя сказать, что выглядит как первое, и тяжеловато ребята выглядят. И с Митинзем несколько шайб привезли. Почему вы не хотите в это звено ввести какую-то новую энергетику, может быть, хотя бы временно развести по разным звеньям, дать возможность ребятам поиграть с другими партнерами, пока они набирают форму? А я думаю, что вы думаете о температуре, о первой линейке, или просто какие-то изменения в этой лине, потому что Вида, что в первой линейке, или Локо, что в первой линейке, что вы думаете? Да, конечно, это один вариант, но я думаю, что в моменте, ребята, действительно, они дают все, что они имеют в виду, и они очень важно, как они играют, и они очень любят, как они играют, они очень любят, как они помогают. Когда мы идем дальше, мы имеем в виду два игры, мы играем в два игры, и тогда мы имеем в виду более чем один неделю, время работать опять, и дать ребята в состоянии, так что они играют очень хорошо в первой линейке и в первой линейке, так что в моменте я не готова, чтобы выиграть эту линейку. Потому что я думаю, что ребята вернутся. Они действительно вернутся. Они работают очень трудно в моменте. Да, можно было, конечно, так поступить, но, однако, я так не думаю, потому что, во-первых, у ребят был сложный период, как с этим становлением. Да, они, может быть, немножко не самым лучшим образом сыграли, но я прекрасно понимаю, что они хотят в игру вернуться на прежний уровень. Они, во-первых, не просто хотят, они стараются. Они прилагают все вот эти усилия и переживают по этому поводу. Так что у нас будет неделя, как раз когда мы можем... У нас будут две игры, и потом после этого будем отдыхать, пока будет температура, будем спокойно набрать те игровые кондиции, потому что до этого ребята полили, они прекрасно себя проявляли. У них была хорошая химия, поэтому здесь, в этой ситуации, не думаю, что... Уфу, Екатерина Щуркова, Томми с победой. Скажите, сегодня отличились все четыре звена. Это случайность или, наконец, найденная химия? Они отчетили всю команду. Первая, вторая, третья, третья, третья. Что ты думаешь? Вы уже найдете победу в команде? Извините, я здесь сделал. Сегодня, они отчетили всю команду в команде. Да? Да, в команде. Что ты думаешь? Вы наконец найдете какие-то кемисти в команде? Что ты думаешь о чем-то? Я очень надеюсь. Я очень надеюсь. Эта панца. Это очень большая вещь, и я очень рад, и очень счастлив, потому что эти ребята сегодня победили, и я очень счастлив. Что касается голов, которые забил Солодухин, Баранов, то я думаю, что сейчас для ребят это важно, отличиться было как индивидуально, так и ваш Башкиров, так как ребят очень важно было отличиться, чтобы почувствовать как раз индивидуально, и чтобы придать силы команде, потому что, чтобы команда понимала, что есть первого звена, еще остальные звенья, которые всегда могут помочь команде победить. Поэтому с этой точки зрения я очень горд, доволен и удовлетворен результатом. Ну, у нас, собственно, все. Спасибо и добрый вечер, Томми. Спасибо. До свидания. Нас слышно, Сергей Александрович? Да, слышу хорошо. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и, пожалуйста, оцените прошедший матч. Ну, матч был двоякий, конечно. Скажем, первый-привет довольно неплохо начали. Такой был, ну, не совсем хорошо, что, скажем так, ну, такой момент создавали, игра была такая, скажем, равная, да. Во втором периоде тоже начали неплохо, но вот именно у нас пошли ошибки, пошел брак. И вот эта вот серия быстрых голов поставила нас очень плохое положение. Вот я считаю, что мы в втором периоде, насколько это давно идет больная тема второго периода, мы получаем в середине второго периода серию голов, которые ломаются полностью игра. Пусть эти голов и противник, взяв игру в свои руки, инициативу мы переломить не смогли. Мы уже сидим давно, разбираемся, ищем пути, возможности, как это дело реализовать. Ну, вот именно второй период дальней скамейки, у нас не совсем все хорошо получается. Появляются ошибки, появляется усталость, вот, и появляется брак, и, естественно, нас наказывают голами. Вот, будем дальше разбираться, будем дальше смотреть, искать возможности второго периода. Вот у нас есть определенные свои сложности, вот еще, скажем, перелеты, переезды, но, тем не менее, мы ищем оправдания к себе, тем не менее, мы ищем пути для улучшения нашей игры во второго периода, потому что очень много второго периода. Я думаю, что мы на двух худшей команда в лиге, кто во второе период плохо играет, да? Вот, так что думаем, ищем пути, возможности, станем в ближайшее время лучше. Спасибо за оценку матча, Сергей Александрович. Теперь вопрос коллеги, не забываем представляться. Владимир Бакулин, КХЛ, Сергей Александрович, но все-таки, вот, в чем причина четырех быстро пропущенных шайб? Может быть, психология, сложно мне сказать, вот, она быстро, серия идет, вот, я уже, ребятам, не раз мы разговаривали, чтобы была полная концентрация, вот, ну, вот, видите, ошибка за ошибкой, вот, хотят лучше, а получается наоборот. Вот, вот, вот это вот, я думаю, может быть, все-таки, наверное, все-таки, наверное, все-таки с опытом приходит, вот, 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 это вот рутины, взаимодействие, не поддаваться суете и панике, вовремя сбить темпы и эмоции противника, вот, пока мы на это ничего не готовы. Вы сегодня вернули в состав Томаша Загорна и Валентина Пьянова, вот, на ваш взгляд, они усилили те линии, в которых сыграли? Ну, Валентин Пьянов у нас был в составе, просто мы немножко поменяли сочетание, вот, сегодня Томаш приехал, вот, немножко, скажем, он сегодня только прилетел, вот, сегодня рейс у него был, в три часа прилетел, сразу на игру, вот, сейчас сложно сказать, самолеты на игру, очень, так, не совсем, может быть, физически он был в хорошей форме, но, тем не менее, я уверен, что два брата Загорна, они вместе хорошую игру показывают и будут показывать, я верю, что они станут сильнее. Сегодня, может быть, не так получилось, как бы хотелось, и то, что ли мы от них ожидали, потому что Фазулин только что буквально вернулся, первую игру играет, да, после болезни, да, есть такие еще ребята, которые еще не набрали ту форму, вот, есть нюансы наших перелетов-переездов, и, в принципе, очень жесткий календарь для нас, да, вот, так что времени свободно, вот, именно паузы восстановиться, что-то подработать, что-то почистить, времени пока не хватает, бывает, с этими болезнями, скажем, все-таки, перестановка состава тоже не совсем находит общий язык, ребята, да, тем не менее, вижу, что местами волнообразно, у нас очень топовые моменты, топовые игры бывают, и бывают топовые периоды, и пропадают, и плохие бывают моменты, говорит о том, что у команды очень хороший, мощный потенциал, он у него есть, вот, подтянем физику, подтянем небольшие нюансы, поправятся наши все больные и здоровые, я считаю, что наша команда пока достойна игру в ближайшее время. Сергей Александрович, ну, вот, три тура назад Амур сотворил сенсацию, да, в КХЛ, разгромив Акбарс дома, да, 7-1, и после этого, казалось бы, должен был какой-то новый импульс дать, да, команды, но три поражения подряд, вот почему все-таки так вышло? Ну, повторюсь, сложно вам сказать, объяснить, но давайте так, скажем, у нас очень сложный календарь, играя четыре игры на выезде, вот, буквально, перед домашней серией мы играли четыре игры на выезде, и через два дня начинаем домашнюю серию, да, тоже четыре игры, да, поэтому вот, это вот, перелеты туда-сюда, и смена часового пояса, вот, очень сложно влияет на функциональное состояние команды, да, вот, мы те игры, которые играли на выезде, показали хорошую игру, мы сейчас давали много моментов, не все реализовывали, а вот именно вот эти две игры собрались, показали очень достойную хорошую игру, и все моменты, которые мы создавали, мы реализовали, да, и вот все-таки две игры, которые стоили очень колоссальные силы и энергии, вот, психологические и физические, скажем так, да, немножко нас надломили, мы неплохо играли с трактором две домашних игры, да, но трактор оказался помобильный и в последний момент, в конце третьего периода забивали решающий гол, то, что нам одного гола не хватило. Ну а сегодня перелетели, в общем-то, как будто настрой и подготовка была хорошая и достойная. Вот сегодня мы, скажем, не сыграли три минуты, которая поломала всю игру. Спасибо большое. Огромное спасибо, Сергей Александрович. Вопросов у нас больше нет. Удачи. Спасибо. Все хорошо. Удачи вам. Вячеслав, здравствуйте. Вы нас слышите? Да, добрый вечер. Вячеслав Сладухин, нападающий хоккейного клуба Салаватю Лайф на связи с нами. Для начала оценку встреч. Ну, что сказать. Считаю, что достаточно хорошо сыграли. Терпеливо выполнили план свой. Постарались сыграть активно всю игру. И это принесло свои плоды вовремя забили. И поэтому считаю, что достаточно хорошо сыграла команда. В принципе, рады очень победе, потому что последние игры не удавались, так скажем. Как-то так. Коллеги, ваши вопросы. Как всегда, не забываем представляться. Добрый вечер. Замаш Луков, Медиакорсеть. Скажите, а, собственно, из-за чего произошел такой перелом в матче, что долго не могли забить 106 минут до гола Баранова, а потом вот так вот прорвало? Ну, знаете, надо было терпеливо играть, да, работать, выполнять и все равно ждать какую-то такую ошибку, можно сказать. И здорово, что воспользовались ей. Команда, был эмоциональный подъем, да, и здорово, что умели как бы еще продолжить, да, забили вовремя нужные голы, как бы, поэтому, опять же говорю, что прошлая игра не сложилась, да, то есть провели разбор, поговорили, пообщались и постарались подготовиться максимально к этой игре сегодня. Вы сегодня впервые в сезоне забросили, вас как-то напрягало до этого, что не могли забить, или более-более сосредоточен на том, что надо выполнять свою работу по, скажем так, разрушению и сдерживанию? Спасибо. Спасибо за вопрос, но, безусловно, конечно, как и любой нападающий, естественно, хотелось забить, и, естественно, стало полегче, там, здорово Пима отдал, как бы, вот, поэтому, и, конечно, и, конечно же, надо выполнять, прежде всего, да, там, игровое задание, все остальное, но при этом стараться все равно находить моменты, бросать, обострять, как бы, как бы не было тяжело, как бы игра не складывалась, поэтому, безусловно, конечно, рад. Полегче будет в среднейшем плане. Владимир Бакуренко, Хэл, Вячеслав, сегодня очень мало бросали, особенно в первой половине игры, целенаправленно играли от обороны вообще? Ну, я не скажу, что была установка играть целенаправленно от обороны, была установка играть активно, построже, да, как бы, безусловно, сегодня решили, так скажем, мы каждую игру стараемся делать акцент прежде всего на обороне, да, но сегодня, как бы, так скажем, сложилось, опять же говорю, что после, повторюсь, после последней игры сделали правильные выводы, поэтому старались играть терпеливо и надежно ждали шансов, моментов, как бы, что, в принципе, я считаю, произошло. спасибо. Вячеслав, ну, здравствуйте, в целом, Денис Леев, у Горобзору, в целом, вы довольны качеством игры, потому что, вот, по первому периоду и даже по тому же третьему, если убрать удаление, ну, Салават на фоне Амура не выглядел намного сильнее, да, были мощные три минуты, но, вот, кроме них, очень много вопросов по игре. Ну, ну, сложно сказать сейчас, если посмотреть, да, против любой команды достаточно сложно играть, будь там Амур это или еще кто-то, то есть, хорошая команда, сейчас все, сейчас любая команда может обыграть любой топ, или топ может проиграть любой команде, как бы, которая там, скажем, не восьмерки, поэтому старались терпеливо и, опять же, я считаю, что это, как бы, все сводится к тому, что, опять же, там, с Вититем обидное поражение, да, Ярославль 0,5, да, было над чем подумать, что разобрать, о чем поговорить, поэтому старались как можно надежнее играть, может быть, и такое впечатление, может быть, сложилось, как бы, что много вопросов по игре, да, у вас там, может быть, мы, в принципе, я думаю, что оцениваем положительную игру, как бы, нужна была такая, знаете, может быть, игра, как бы, потерпеть, побороться где-то через работу, нет у вас ощущения, что команда находится в таком психологическом кризисе, или, по крайней мере, находилась до этого матча, все-таки, до этого 7 матчей, 5 поражений, как внутри, какая обстановка, спасибо, ну, я не скажу, психологический кризис какой-то был, или что-то чувствовать, безусловно, как и, я думаю, в любой команде, если какой-то период и есть, да, спады, естественно, не все будут, ну, как бы, ходить, стараться, там, смеяться, веселиться, не обращать на внимание, естественно, идет разбор, идет собрание, причины, как бы, да, в связи вообще, как бы, такой сезон, все равно, безусловно, что происходит в мире, как бы, да, мы прошли через это, поэтому, у каждой команды бывают такие периоды, в плане, какой-то атмосферы в команде, все отлично, все знают, что надо делать, выполнять, опять же, говорю, что, ну, есть такие периоды, есть неудачные игры, есть удачные игры, главное, выбираться из-за этого, что мы, я считаю, делаем, поэтому, как бы, в команде все отлично, все в порядке, никаких вопросов. Вячеслав, спасибо вам, с победой. Большое спасибо, до свидания. До свидания. Данил, приветствуем тебя. Да, здравствуйте. Столь пронзительный взгляд, долго смотрел, поздравляем с победой и комментарии по прошедшему матчу. Спасибо, ну, начали, можно как-то, сказать, от обороны, то есть, после 0-5 сделали выводы, нужно было построже играть в обороне, поэтому, может быть, первый период такой у нас получился скромный, более-менее. Ну, а дальше уже, так сказать, раскрепостились, забили нужные голы и концовку доиграли, уверенно. Леги, пожалуйста, вопрос. Владимир Бакулин, Кахал, Данил, такой вопрос сегодня увидели вас в новом сочетании, да, с Сошниковым и Кодейкиным. Вот что от вас требовал Томи Лямсис перед сегодняшним матчем? Какая у вас задача была на игру? Да, в принципе, как обычно, угрожать, играть в свою игру, делать то, что умею, и все, в принципе. Еще вопросы? Олег Тернов, Сопфор 0-2. Вас вызвали в сборную вместе с еще тремя и Ларсин. На ваш взгляд, вы достаточно игрового времени получаете, чтобы подготовиться к играм за сборную? Потому что вы с автоматиками не играли сегодня, я бы не сказал, что там много времени на льду провели. Ну, мне как бы, так сказать, жаловаться не на что, тренера дают, я играю, доволен, пользуюсь, чем дают. Есть уверенность, что удастся Ю-Лайфцам хорошо сыграть, там ведь могут быть очень серьезные соперники? Не понял, чуть-чуть вопрос. У вас есть уверенность, что Ю-Лайфцам удастся хорошо сыграть за сборную? А. Серьезные соперники. Угу. Ну, в принципе, будем готовиться, не смотреть на их фамилии, а работать и играть, и биться за сборную. И последний вопрос, также про сборную. Вы смогли бы там сыграть в одной пятерке все вместе, и получилось бы это убойно, нет? На ваш взгляд, именно. Ну, на мой взгляд, может быть, если там тренера, ну, всякое может быть. Думаю, можем, почему бы и нет. Спасибо. Спасибо. Данил, на сегодня удалось забить, да, вторую шайбу в сезоне, вот как прокомментируете ее? Да, в принципе, вошли в зону, там, Сош поборолся, она отскочила и выехала. Там был Кадей на дальнюю, но с ним играл защитник, поэтому пришлось, так сказать, обострять, и удачно забил. Спасибо. Данил, огромное спасибо, еще раз победы с заброшенной шайбой, удачи в дальнейшем. Всебольшое, до свидания. Слышите нас, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, если можно, оценку игры для начала. Ну, я думаю, что мы там хорошо начали, мы в первой породе, я думаю, что там мы лучше играли, команда Уфа. Ну, там был шанс, к Катейбой нужно забить гола, но на мне получилось, и там просто не понимая, что случилось в втором периоде, когда нам забили на несколько четыре гола за сколько, пяти, шесть минут. Ну, нам нужно с Камандой завтра посмотреть и разбирать, что так нельзя, что бы так происходило, потому что мы полюбину игры играли хорошие, но потом просто происходит какой-нибудь момент, и мы просто проиграли игру в шести минутах. Владимир Бакулин, КХЛ, Томаш, вы сегодня только, насколько я знаю, прилетели, да, в Уфу на самолете. Вот как вас, как вам сложно было сразу с корабля на бал. Да, 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 я сегодня прилетел четыре часа. Ну, ну, конечно, тяжело было, я летел через Новосибирск, и, ну, мне тяжело было сегодня, я думал, что завтра там чуть устойчиво буду. Ну, я просто приехал за команду, что хотел играть, хотел помочь сделать очко, но мы расстроились, что сегодня не получилось. Второй вопрос, Томаш, ну, вот хорошая была победа, да, над Агбарсом совсем недавно, а затем вот три поражения, два трактора сегодня, целовата. Вот в чем все-таки причина? Ну, я эти игры смотрел только в телевизоре, потому что я забыл, но мне там понравилось, что у нас ко мне там желание есть, там все без проблем, но просто ну, не получается в первой периоде там играть с соперником, ну, период на 0-0, чтобы не пропускали гола. Я думаю, что эти моменты там происходят, и мы для этого проиграем игры, что просто надо разговаривать, ну, там, чтобы так не получилось, чтобы мы проигравали всегда второй период. Спасибо, удачи. Томаш, у нас больше нет вопросов, мы знаем, что вы торопитесь. До свидания, спасибо. Хорошего вечера, спасибо, до свидания. Спасибо. 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 Спасибо.